Всем привет! Это сороковая часть видео прохождения игры Baldur's Gate Enhanced Edition CHF Dragonspear на максимальном уровне сложности Legacy of Baal Solo. В этом видео мы займемся сражением с Личем Сокрытым, который находится в той локации, где мы сражались с Халата Флайер. Единственное, сейчас посмотрю. Выкупил ли я все снаряды? Нет, не выкупил. Хотя подождите, какой смысл? Я же не буду сохранять результат победы в этой битве. Просто покажу, что даже с полноценным Личем можно сражаться. Ну, как полноценным? Конечно же, ограничения у него есть. И, например, закринание девятого уровня у него вряд ли есть. Что у нас? Корона. Что нам понадобится для сражения с Личем? В принципе, ничего. Из боевого. Потому что, как мы помним, у нас не хватит заклинаний, чтобы снимать его защиты. Хотя, с пороной может что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. Пролом тут на пятом уровне. Два заклинания пролома это достаточно мало. И снижение сопротивления. Хотя, не знаю, ли у Лича есть сопротивление. Короче, легче просто подождать, пока Лич растратит все заклинания, после чего будем с ним разбираться. Что мы для этого возьмем? Что-то мне подсказывает, что у него всякие эти проколы и тайные слова и проломы не в единственном экземпляре. Поэтому есть ли смысл пытаться защищаться, к примеру, иммунитетом от снятия магии? В принципе, почему нет? Пусть тратит заклинания. Я не против. Никак это не повлияет на нашу игру. Да, и все берем только на защиту. Благо корона лжи позволяет защитное заклинание набрать большующее количество. Да, интересный момент заставить его растратить заклинание снятия иллюзии. Или тот же прокол на зеркальный образ. Попробуем. Ну и опять же, никто его слепить не будет. Тем более, на него же не действует заклинание до пятого уровня. Нет смысл даже стараться. Зато можно тоже щитов набрать, чтобы заставлять его тратить. Заклинание снимать с меня магию. Да, 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 да. Пригодятся. Причем сила им не нужна. Лучше взять их количество. Здесь тоже некого брать под контроль. просто взять всяких защитных заклинаний, чтобы их начитывать после того, как их нам будет снимать лич. Всякие сопротивления наберу. лишь бы были. Где-то так. Сохраняемся. И что-то мне подсказывает, что после нашей драки в подвалах замка драконьего копья могут к нам крестоносцы относиться плохо. Хотя непосредственно у лифта это не происходит. Почему это должно быть иначе здесь. Ну ладно. Не туда зашел. побежали. 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 относятся плохо. Ко мне ухода есть встречающие. Нужно будет с ними разобраться. Целый отряд еще и в камне кожи. Это только отряд или здесь уже все ко мне негативно относятся. Нет. Но что-то не подсказывает если я начну с ними сражаться то будут все. Ладно это уже будет после бит с открытыми. Хотя мне придется для того чтобы сразиться с ракшасом разобраться с теми защитниками крестоносцами. Потому что они как раз находятся там где призывается ракшаса. Так и здесь только единственная проблема. Ай-яй-яй. А да можно поспать еще раз. Дело в том что мне нужно снять корону чтобы одеть очки. Естественно я потеряю заклинание. Но можно его увидеть. А нет ничего не выйдет. Ай-яй-яй. Мне же нужны очки чтобы его разбудить. Или можно отбежать. Давайте попробуем сохранюсь. Пробую оживить отбежать поспать еще раз с очками. Подождите давайте с максимального расстояния а проблема в том что начинает диалог что-то не подсказывает. Так что Лич может нас не ждать пока мы проспимся. Да еще здесь могут ха-ха-ха-ха-ха я понял покажу вам что можно с ним не сражаться получить от него подарок кольцо регенерации в раунд и он убежит. После этого вы получите себе во враги бесконечного наблюдателя который охранял лича и который очень недовольен тем что мы его отпустили. Кстати с ним тоже можно сразиться очень крутой что это такое где призыв вот так битва крутое ац оружие до плюс два его тоже не пробивает поэтому вся битва у вас превращается в то что вы начитываете на себя много много заклинаний которые повышают хака и давайте проверим правду ну да да плюс два потому что у огров есть оружие плюс один и оно не пробивает значит только плюс два снаряды его берут и вся битва превращается в призыв все новых и новых монстров и вашу стрельбу по врагу то есть ничего сложного нет я полностью сражаться не буду просто покажу кто захочет отпустить лича сражаться с бесконечным наблюдателем пожалуйста единственная проблема это будет очень долго попадать будете вы а ну да раз я уже перешел в фазу сражения то вам нужно взять или медаль отваги плюс два тхака или так как у меня нет полноценного обкаста и вещи я не одевал под хака нужно взять шлем балдура на и тому подобное то наверное легче вам взять где он где этот уродский медальон вот глаз лучника чем он интересен он дает вам плюс 5 криту у вас 10% шансов попасть критическим попаданием независимости от того какой отца у врага и какой тхака у вас то есть независимости от того какая у него броня а у вас меткость если словами не из ДНД говори и вот так вот долго и нудно постреливайте так давайте дождусь хоть одного крита чтобы показать что срабатывает плюс два оружия периодически поставляем новых жертв что-то я даже с критами 10% не могу попасть я говорил это долго вот крит прошел он получает 22 50% сопротивления метательного так что ковырять вы его будете долго просто крит умножает на 2 и получается 50% нивелировали с критом вот он 22 метательного чуть-чуть можете упростить ситуацию использовав жезл огня у него сопротивление магии но благо жезл атакует два раза поэтому у вас есть шанс вот опять крит прошел у вас есть шанс его подловить когда сопротивление магии не сработает вот прошло по-моему урон да 32 огня урона вот таким образом в принципе могу уже и до конца его так лупать заодно покажу вам раз все так просто покажу вам как кроты посыпались ни с того ни с сего что из него выпадает ну правда в отличие от лича с него выпадает то же самое что он и даст просто так поэтому именно ставить цель сражения с ним нет смысла опять крит проскочил все-таки 10% крита это круто и вдобавок он приходит на помощь лич которого вы освободили ну кстати ему заточение жадро теперь мы квит избавитель но если ты когда нибудь возвышься пожалуйста будь благосклонен к боли которую я скоро причиню предателям текката может алик знает кто такие почему я должен благосклонен и оставляет дух самый крутой арбалет о котором я вам рассказывал в предыдущих видео когда рассказывал как я пытаюсь найти вариант сражения с ракшасой чем он крут при крутическом ударе теряется знание цель на один раунд без подбросков без всяких условий без процентов как видите критический удар получить не такая уж большая проблема особенно с этим амулетом 10% а если выиграете партии и положили врага на один раунд а что-то не подсказывает что ракшаса тоже ляжет на один раунд потому что у него именно иммунитет заклинание а не сопротивление магии и за раунд 6 человек с оружием плюс 2 спокойненько ракшаса разложит плюс это очень удобно ракшаса может уже и не суметь убежать напомню только у него жизни меньше 10% он убегает ну и самое главное посмотрите почти все наши враги злые ну кроме крестоносцев демоны ракшаса и тому подобное огромный тхака просто огромный во-первых отловкости будет бонус во-вторых если воин можно на арбалеты заточить будет плюс 3 максимум и в сумме плюс 6 еще вы получаете тхака с арбалета то есть это уникальная меткость очень хорошее оружие жаль клирик им пользоваться не может кстати я забыл что лич приходит на помощь потому что когда я проверял битву с жадротом то так вышло что если вы переходите мост то приходит еще и наблюдатель и наблюдатель атакует вас вместе с личем потому что вы атаковали лич уже вам плохо относится то есть он не дает вам возможности убить лич и оправдаться и мне пришлось убить их обоих обоих это все интересно теперь мы попробуем поговорить с личем значит а я что записался уже использовав так нам не нужно но есть авто сейв раз корона теряет свой смысл так как ее нужно снять то давайте заклинание сначала прочитаю на себя жалко они очень недлительные мне просто интересно как у нас будет пробивать эти 9 раундов он что-то нам должен вкинуть это по-любому так самое длительное заклинание здесь ну смысла мало кстати щит читать ладно давайте прочитаем почему мало потому что все равно предоставляемая им защита от магических снарядов я так понимаю потратиться на преодоление защит дело в том что если он снимет нам все эти защиты то не снимается защита именно от магии малое отгонение сфера отрицания и тому подобное то есть они будут на себя принимать урон мы дадим ему возможность это сделать так ну главное что я хочу попробовать это проверить смогу ли я противостоять его заклинаниям снимающие мои защиты если я их начитаю всех подряд но единственное что нельзя противостоять снятию иллюзии поэтому дадим ему возможности прочитать для этого прочитаю отраженный образ потом на память мне нужно превращение для чего вы увидите отлично ну ну и тоже ему надо дать цели я очень надеюсь что он не будет телепортироваться замок иначе иначе мне придется опять сражаться с одновременно с как его с этим духом охранником короче бесконечно наблюдать да ну зачитаю один пробой я даже смогу выдержать и снятие магии это отречение школа отречения да ну это будет только 9 раундов это очень мало отречение первое помнят руки ну и теперь можно взять корону посмотрим получится ли так же легко мне расправиться кстати 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 с личем как это было вне видео вот я могу наплевать на все его смертельные облака которые он очень любит кстати нужно сохраниться и я не помню да лишнее заканание таки есть я не помню будет ли он действительно оставаться на месте или все прыгнет давайте попал мне кажется попал и еще проблема есть я не помню какие диалоги нужно выбирать чтобы он был зол по-моему тройки по-моему тройки круче атакуйте он вновь делал вступит да жадрот я я свободен после столь долгого я хотел бы получить награду за то что тебя освободил нет приветствую мое имя вранглер а ты я жадрот ты тот кто освободил меня из мое вечное тюремное закрепление в дальнем мире я вообще считаю себя путешествующим освободителем несправедливых заключенных тебя несправедливо лишили свободы правда причина не имеет значения важно то что теперь я могу отомстить тем кто лишил меня свободы а вот я знаю что ты лич опыт научил меня иметь дело с такими существами как ты я убил столько священников что не могут существовать смерти пришла твоя очередь ну вот мы вызвали его на сражение и самый легкий способ вот так так читаю что-то тратить заклинание мне вот это не нравится что он все так ведет странно таймстоп хорошо у меня большое подозрение что врагам известно какие у меня заклинания часто уничтает заклинания которые не могут подействовать иммунитет логическому оружию понятно я тебе опять даю цели чтобы ты не лентяй ничего давай просто ждем что-то он меня кинул заклинания меня спасли какие я не знаю но уже хорошо кстати есть интересный момент ладно подождем может он еще имеет заклинание смерти что он там кидает спасброски ухудшены а мне наплевать у меня сопротивление магии 100% я против этого готов так я вижу он не кидает заклинание смерти поэтому можно его попытаться заставить потратить понижение сопротивления и вот сделав призыв у которого сопротивление магии 100% потому что иначе он это сопротивление запулит меня и просто видеть слизи ждем пока он растратит заклинание так вот пошли уже страшные заклинания увядание пусть тратит это хорошо потому что я не могу быть вечным в образе слизи снятия магии ну вот он добился своего у меня видно закончилось заклинание мунитета школе школе магии какая-то не страшно на тебе еще ребят и ждем ждем пока он растратит все заклинания других вариантов просто нет кстати что удобно в форме слизи я вам покажу он может кинуть понижение и по слизи но ему это не поможет потому что слизь дает 100% а еще 25% у нас дает плащ и роба получится что одно понижение не сделает вам минус все сопротивления главное чтобы лич не ушел за мост этого нельзя допустить ой ой то о чем я говорил сейчас придется мне опять драться одновременно с пора попробую наступить одновременно и с духом я не хочу этого делать поэтому будем пытаться отступать и может враг погони за нами тоже придет сюда чего бы я очень хотел с кем-то он там сражается значит мост он не перешел таки придется мне с духом сражаться параллельно с моим призывом потому что лично возвращается с моста вот он кидает с моста всякие заклинания то есть получится а вот возвращается хорошо-хорошо-хорошо что хочешь понижение мне закулить правда нет я то ли что-то такое тратик заклинания подходи ближе у меня иммунитет к яду продолжает он тратить заклинания вот он все равно гаденыш как только тратить заклинания отправиться на ту сторону убегать потому что да придется мне сажаться еще из духа вот пошло понижение возвращайся возвращайся молодец что ты там хочешь кинуть давай мы тебе еще один подарок пришлем с иммунитетом вот это уже хуже тут надо собрать все силы и атаковать скелета опять ушел туда по моему заклинанию не закончились не хочу чтобы он уходил что придется опять биться на два фронта хотя за подождите какие два фронта как только лишь потеряет заклинание опять же получится что будем сражаться только с духом этим и все так голем потихоньку пробивает скелета сейчас не закончится действие слизи и я тоже начну постреливать по врагу вот два угра это круто вот они разберутся со скелетом таки придется мне выжигать идти духа наблюдателя а неужто ты пришел иди иди сюда иди как мне добиться что ты ну-ка атакуй тебя с этой стороны с этой чтобы у меня не было вариантов идти за мост отжимайте его да отжимайте отжимайте сюда ой хорошо не уж то получится не пускайте его на мост ах не хочет он слушаться иди в угол да только не не выходи из из этой половины карты не уж то зажал и не уж то у тебя больше нет заклинаний все ждем пока у него закончится защита от магического оружия камни кожи что-то на него навешано как только для заклинания все я попадаю где был крит чей был крит картическое попадание до урона нет значит еще камни кожи есть все теперь ждем пока его убьют вот так вот окажется нужно сражаться с личами очень интересная тактика мне интересно в балдерс гей 2 пройдет она или нет думаю что пройдет со всеми пойми димилича намного сложнее защищать себя и еще набрать заклинание снимать него защиты наносить урон то есть одновременно чем просто набрать защитных заклинаний и ждать пока ищет пострадит увидеть у него еще эти всякие что что с этих хочешь ты выйти до не надо уходить ой надо закрывать упор потому что получу урон от щитов призывы нужны потому что вы видите попадая опять же только на крита поэтому чем больше атакующих тем больше шансов что на крите куда попадет ну кроме вот лучника и волка у них нет магической атаки а оружие меньше чем плюс один не действует наличие а вот огры огры срабатывает ну и слизь имеет магическую атаку оказывается кстати очень долго она держится странно ой 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 случился тот баг о котором я вам рассказываю бадду балдерс гейтен хэнс и педиши когда кидал снятие магии на меня рыцарь смерти посмотрите почему я не превращаясь назад снятие магии по скрипту отлича снялась меня умение превращается и заклинание давно закончилось но человеком стать я не смогу это я уже вечно превращен в слизь есть один единственный способ со свиткой прочитать опять превращение и превратиться назад кажется у меня свиток есть поэтому заодно я вам покажу показал хитрость как вечно остаться в какой-то форме проблема только в том если я не ошибаюсь снятие магии кинута вами самими не снимает с вас никаких эффектов нужно кидать в полу самого себя символ карума или проекции или кого-то использовать из партии так что в принципе можете попробовать может снятие магия работать не только от врагов но и вы сами можете снять снятие эффект превращения и к примеру ходить всю игру в огром или слизью или флинт еще может быть пауком медведем пожалуйста пробуйте кстати раз я вот так интересно все ах какой плохой призывок ничего не могут работать ли в твоем случае крит к дистанционным атакам и слизи же дистанционная атака правильно давайте проверим это равно очень долго ковырять у него там 10 камней кож забыл что можно увеличить лист в атак кстати очень хорошо превращаться именно мага войну потому что его дополнительные атаки переносятся на превращенных существ хотя нет почему креста так две даже с ускорением вроде бы переносились так ненужные игры опять волки смотрите сколько у него камня кож ни в коем случае не дать ему возможность да кстати посмотрите амулет дал гарантическое попадание на 19 даже в форме слизи считается дистанционная атака но долго ковырять конечно ладно превращусь к я в человека и смогу начитать себе заклинаний повышающую меткость у него не может быть зашкаливающая АЦ все таки он кастер это значит что я смогу попадать не только на критах неужто я растратил свитки с превращениями постоянно с собой носил нет вот всегда ношу с собой на крайний случай ну конечно не расколдоваться чтобы заколдоваться в крайний случай давай превратимся в человека смотрите как можно из этого бага выпрутиться вот так вот вот так вот это обычные пули мне нужны мне нужны любые плюс один кстати сойдут вот эти с дополнительным уроном огнем сейчас посмотрим смогу ли я натянуть хаком чтобы не только на критах мог атаковать если смогу тогда смысловому лете плюс пять процентов криту нет лич это нежить да это не демон кольцо брать нет смысла странно сколько я играл с этими личами сражался и ни разу мне не пришло в голову что нужно попробовать просто пережить вещь квалового заклинания пока они не закончатся и все не нужно с ним сражаться и не взял а нет почему нельзя у меня есть молитва плюс тхака помощь не взял да нет есть помощь отлично сейчас еще плюс два получу молчание кинул держал заклинание долго и нудно но уже поздно да пошел урон на каком ворске кости 17 да низко у него тхака все если вы поднимаетесь от хака без проблем а что ты хочешь меня кинуть мне это очень не нравится мне это пугает взять и проиграть будет обидно я прочитать ничего не могу уметь молчание интересно ну ладно давайте посмотрим а снимаешь эффекты снялся эффект молчания молодец я рад за тебя в таком случае давай чтобы тебе было чем заниматься и чтобы у меня была хоть какая-то защита если вдруг у тебя случайно еще одно заклинание завалялось можешь прочитать снятие иллюзий если кинуть заклинание урона какой-нибудь фаерболл то у меня защита сработает ну 8 как там 1 к 8 шансов что отраженный образ заберет урон давай поднимаем пака по максимуму раз уже даже на 13 попадаю да очень маленький у него получается в таком случае АЦ для лоба вообще тут конечно нормальный у него АЦ как для кастера на обычной сложности на 15 попадаю да АЦ у нее выше бля даже не отрицательное значение нет 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 не вздумай не вздумай перейти мост умы здесь еще одна камня кожа ну ты хитрее огры огры появитесь огры быстрее будем поворять нет только есть один единственный с алибардрой так вот так вот уничтожается лич который чистейший кастер и не умеет в руку пашку ничего что-то я начал мазать сильно почему сила еще есть ну-ка дайте мне два повара хотя бы один флинт с плюс один алибардрой а пошли попадания отлично но жизни у него много дадите а лич имеет а камни кожи думаю почему нет пытательного урона хотел узнать имеет ли он собрание когда этим урон нет камни кожи защищает от метательного урона огненный проходит сейчас снимем камни кожи и все станет нормально все пошел урон метательный 19 давай до свидания после того как мы знаем паклику сражения с личами менее сложно даже чем лич колхард не до лич колхард и сейчас увидим другой вариант когда как я понимаю дух не будет нас атаковать потому что мы оправдаемся что мы не отпустили и сразу же уничтожили врага кстати не потратил ни одного драгоценного зелья благодаря превращению слизь то есть даже не пил сопротивление магии впечатление что за все это время крит не выпал ни одному элитному гнову зато 22000 дают и ради чего мы страдали ради того же кольца который он отдавал и так кстати сильно лечит один в раунд это много только не говори мне что я не распознаю эту вещь да не распознаю так у меня же не завалялось никакое заклинание опознание нет конечно ну хорошо пойдем ка мы поговорим с охранником так бесконечный наблюдатель умник освободитель зла разрушитель баланса речь идет о жадроте не так ли веками я охранял решенного свободы лича в одно мгновение это уничтожил все что я надежно охранял так много жадрота больше нет после того как я освободил лича я убил его и покончил с этим злом ты лжешь жадрот слишком силен чтобы быть убитым таким как ты теперь жадрот свободен чтобы сеять хаос на земле тысячи погибнут это твоя вина и ты поплачешься за нее это что за идиотство ну подождите я такого не предполагал даже проверим можно ли ему доказать имея харизму потому что они даже сюда запихнули проверку харизмы или же какие-то другие идеологии нужно даже интересно хотя я не буду продолжать после победы с над личием дело в том что есть еще один сокрытый там где девять адов адов кто ты дух так отвечает то же самое в лучших традициях биавари так я его убил ага да действительно с харизмом не поверил жадрота больше нет тогда я свободен спасибо тебе герой возьми мое оружие в качестве награде мне оно больше не нужно и получаем мы тот же супер арбалет я хочу показать накидку жадрота робу арбалет увидели крутая штука вот и вроде как накидка тоже очень крутая я перепутал на не ускоряя чтение заклинаний дает интеллект 1 который совершенно бессмысленный потому что в день и 2 и 5 нету бонусные заклинания от интеллекта только от мудрости у священников другие друидов последовательно сразу день круто конечно но я с таким же успехом могу поспать два раза все с жадротом я все показал теперь мы возвращаемся к к вот этому сейву сколько время стоит ли мне пытаться с ракшасой сражаться не стоит ну тогда хотя бы зачищу я подземелье там где ракшаса лазит да кстати пока я не начал играть по-настоящему давайте просто выбегу и посмотрю все ли крестоносцы ко мне враждебные или только тот карательный отряд интересно нет там просто есть карательный отряд все эти крестоносцы относятся нормально ко мне ясно все ясно так и нужно очень много пуль в любом случае все пули плюс 2 собирался выкупить как я и говорил плюс если сражаться с ракшасой тоже их нужно очень много так что ты там читаешь непонятное что еще может мне понадобится из того что у тебя есть все есть но зеленые свитки как бы жалко ну и полно фактически команд у меня вроде хватается на конец скорой игры зелья ясности а подождите он же не стоит мне враждебный какая разница это могу прибежать и все это выкупить да то есть все что мне нужно взять это снаряды плюс 2 чего не бывает много это снаряда плюс 2 так их было 5 патчек насколько я понял или это 5 по 40 до 5 по 40 потому не поместились я бы хотел снаряды электричества нет я выкупил потому что здесь ни у кого нет смысле не при крест мне жить и к холоду есть к огню бывает у некоторых врагов нет ну нет так нет с этим разобрались теперь пойдем разберемся с тем отрядом что меня то что я делаю что меня ждет у входа кстати вполне возможно после сражения с ними начнут неплохо относиться и обычные крестоносцы кто его знает все это мы выясним так и тогда возвращаемся к набору заклинаний для сражения с ним ах ну да давайте тогда я уже сделаю вот так и вот так да застанавливаю себе малую последовательность и камни кожу накину и вернусь к нужному набору заклинаний чтоб сражаться с врагами так если есть камни кожа я не вижу смысла в этом заклинании зато больше можно взять кстати кстати сверкающая пыль второго уровня ее можно зарядить в малую последовательность это значит что когда наш герой будет охранять или отбивать атаки крестоносцев на лагерь коалиции я смогу за секунду вывести весь отряд из 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 строя то есть они все будут слепы а значит не смогут стрелять не смогут атаковать если даже под подсунной потом призывом монстров с из жезла они будут ими заниматься а мой отряд за спиной коалиции будет спокойно отрабатывать есть даже большой шанс что там по моему есть пауза что я смогу ослепить отряд магов до того как они прочитают случайность все эти защитные заклинания которые автоматом выскакивают просто них прочитают но они уже будут слепы перед этим это еще круче нужно запомнить этот момент очень интересно так что здесь да здесь все под скелетов даже ношу с собой эту штуку тут возвращаем понижение спас бросков и эмоцию которая ультимативным оказалась заклинанием при ограничении уровня ладно без хаоса попытаемся обойтись здесь все хорошо да всякого разного по чуть-чуть ну пусть будет надо спать все идемте разберемся с отрядом нужно будет сделать отдельный сейв если враги не станут мне враждебные все остальные крестоносцы я продолжу с него если нет то с этого сейвы только продолжу сражаться с ракшасой что вы больше не зачищать и от крестоносцев а в следующий раз их просто обойду да да пока пусть будет так на всякий случай все равно использую а то а то вдруг все таки кто-то решит атаковать меня я потрачу зря все заклинания все заклинания которые все заклинания которые себе восстановил сном там придут скелеты разбираться конечно с ребятами ой 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 мне не стоит туда кидать ядовитое облако потому что тем самым я заставлю на себя напасть сахуагинов не разозляться за урон да ладно кстати кто его знает что меня ждет на выходе может там возле ворот тоже уже толпа ха 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 все таки патруль да придется их всех выпилить а мне это не нравится интересно по скрипту сюда приходит или нет мне это не нравится не хочу их выпиливать потому что мне кажется после этого если состоится разговор то уже и там все ко мне плохо относятся правда то есть священник со мной не торгует да все становятся враждебны совершенно все да я понял так дело не пойдет не хочу тогда ни с кем общаться сейчас только посмотрю можно ли выбежать так чтобы не согреть на себя никого то есть под светилищем видео превращается в такое экспериментальное если с ними не разговаривать то по идее тот священник останется про запас со своими товарами что здесь на выходе а на выходе никого нет да такой вариант возможен осталась одна единственная проблема что делать с этим отрядом ну хотя можно схитрить кстати можно вызвать ракшасу ракшаса кинет ядовитое смертельное облако ранит всех и может быть эти гады начнут рубиться с ним по крайней мере обычные синие гристоносцы вступали с ним в бой может я в числе этот призыву вот здесь где-то так и можно сделать давайте попробуем тогда нет никаких проблем все я понял независимо от того где я пытаюсь вызвать их на бой скрипт присылает крестоносца и агрит на меня врагов то есть нужно только пробегать мимо пробегать мимо все не хочу с ними сражаться в таком случае мне просто лень времени выпиливать всю пещеру и терять торговца возможного зельями остается вопрос что делать с ракшасой я знаю что сделаю с ракшасой я загружусь с видео части в которой я еще не зачистил подвалы покажу таким образом сражение с ракшасой да 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 а потом загружусь и просто туда выбежу ну что ж значит на сегодня видео можно считать законченным показал я сражение с личем жадротом прямо за дрот вот а в следующем видео я попробую показать сражение с ракшасой причем проблема там его не победить проблема не дать ему отступить ну что ж надеюсь вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь комментируйте а я с вами прощаюсь как всегда желаю вам всего наилучшего пока